дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро зовут меня ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на декабрь месяц для знака зодиака рыбы уважаемые рыбки гадание объемная на 12 сфер гороскопа на 12 домов вашей жизни она универсальна она подходит и мужчинам и женщинам и тем кто в паре и тем кто одинок я больше чем уверена что если вы досмотрите это видео до конца многие из вас для себя найдут какую-то важную и полезную информацию но помните о том что гадание одно а вас много и для всех одинаково проиграться она не может не забывайте об этом сколько людей столько судеб 13 карта вашем раскладе будет для вас дополнительно эта карта будет для вас как совет на этот месяц что делать или на что обратить внимание мы с вами начинаем уважаемые рыбки все карты перед вами и мы с вами приступаем к трактовке вашего расклада первый дом покажет вас самих на этот период на этот месяц ваши мысли ваши планы ваши действия и также ваш общий запас энергии это как вы себя будете нести в окружающий мир здесь для вас выпала замечательная карта троечка кубков это конечно же карта вашей собственной стихии она говорит о вас самих говорит о том что все-таки в начало этого месяца выходите с вы входите с оптимизмом с бодростью духа с верой в себя с верой также в то окружение ближняя тех людей которые к вам находятся ближе всего да то есть это может могут быть и ваши родные и близкие и может быть кто-то из ваших друзей мы здесь видим троечку чаш это какие-то желания праздников это карта говорит о том что в чем-то вы хотите добиться успеха этот успех может касаться чего угодно и вашей работы и карьеры и дружбы и чего-то в вашем доме конечно мы все хотим быть счастливы и троечка чаш об этом говорит это прекрасно настроение которое вы пронесете сквозь весь этот месяц но в этой карте есть одно маленькое но именно в этой колоде рядом с вами очень много друзей и людей которые вроде бы как хотят с вами общаться и даже тянутся к вам но очень много людей лицемеров которые с вами не искренне возможно вы не до конца всех хорошо разглядели эта карта говорит о том что вам нужно быть внимательным в отношении своего окружения ближайшего потому что есть рядом с вами люди которые просто пускают вам пыль в глаза и на самом деле очень не искренне люди которые завидуют вашей красоте вашим успехом вашим талантом а эта карта вас показывает как человека очень красивого очень целостного и этому многие могут завидовать им кажется что у вас лучше чем у них поэтому пересмотрите свой ближайший круг общения также по этой карте конечно многих из вас ждут какие-то праздники в течение этого месяца это могут быть и мальчишники и девичники и просто встречи с друзьями и какие-то для кого-то корпоративы эта карта об этом карта радости и позитива в любом случае также эта карта говорит вам о том если рассматривать ее еще как дополнительный совет в отношении вас что вы и сами должны быть где-то искусным игроком вы должны где-то прятать свои истинные эмоции по чашам одевать зачастую вот эту маску и показывать людям то что они хотят видеть они то что на самом деле у вас в глубине вашего сердца никому не нужно знать о вашей личной жизни никого не посвящайте в это потому что есть много людей которые в отношении вас не искренне конечно эта карта вас показывает как человека довольно таки с открытыми эмоциями вы идете во внешний мир но понимая что где-то рядом с вами не искренность вам приходится какой-то момент отвечать тем же в общем-то карта позитивная и она говорит о том что весь этот месяц вы будете на позитиве давайте посмотрим что происходит в вашем втором доме здесь мы рассматриваем ваше недвижимое имущество и также то материальное поле которое вы сами к себе можете притянуть здесь для вас выпала карта рыцаря мечей эта карта говорит о том что у кого-то ваше имущество может находиться в движимом состоянии либо вы что-то хотите продать может быть вы что-то хотите обменять сделать размен обмен может быть вы что-то сдаете и эта карта тоже может об этом говорить какие-то противоречия у вас есть из-за вашего имущества что-то нужно приводить в порядок также по этой карте у вас желание с кем-то как будто бы выяснить отношения возможно кто-то вам создает какие-то помехи либо есть кто-то из вашей родни кто может быть немножечко выводит вас из равновесия и эта карта тоже может говорить о каких-то спорах вокруг вашего имущества эта карта говорит о вашем блистательном уме о том что вы все умеете продумывать вы все умеете тщательно анализировать но здесь у вас излишняя поспешность вот если вы приняли какое-то решение вы мчитесь во весь опор это то что может вам мешать потому что из-за какой-то излишней скорости из-за излишней поспешности вы можете совершать ошибки если говорить о вашем материальном поле скорее всего то что касается денег у вас тоже с кем-то будут какие-то противоречия могут быть и какие-то прямые конфликты из-за денег это может касаться и рабочие сферы это может касаться и чего-то в вашей семье то есть здесь могут быть какие-то выяснения отношений либо какие-то громкие спорные разговоры касающиеся денег и имущества давайте посмотрим что происходит в вашем третьем доме здесь мы рассмотрим ваши ближайшие коммуникации ближайшие поездки на этот месяц ближайшее общение с родными и близкими и также с вашими друзьями здесь для вас выпала замечательная карта колеса фортуны обратите внимание старший аркан эта карта сразу же к себе привлекает внимание и если ее рассматривать с позиции карты которая показывает ваши события на каждый день то уважаемые рыбки я могу вас сразу поздравить эта карта говорит о какой-то удачи о каких-то шансах и возможностях которых в этом месяце у вас будет не один вам только остается эти шансы использовать возможно это что-то то что преподносит вам судьба из рук ваших либо друзей либо из рук ваших родных и близких может быть они вносят вашу жизнь какие-то перемены либо подводят вас к чему-то тому что что-то нужно менять что что-то нужно начинать возможно новое что где-то в чем-то вам возможно нужно даже рисковать эта карта говорит о каком-то азарте конечно эта карта говорит о том что в В течение этого месяца вы все время будете находиться в движении. Мы видим колесо, мы видим время. У вас буквально день по этой карте может быть расписан по минутам. Это по этой карте и совершенно какие-то новые люди, которые могут войти в вашу жизнь через друзей, ваших друзей. И благодаря им, возможно, тоже в вашей жизни появятся какие-то замечательные шансы. Конечно, это много дорог. Это дороги могут быть и по местности, то есть которые вы совершаете куда-то каждый день. Но также это могут быть и дороги куда-то на дальние расстояния. Для кого-то это командировки. Также эта карта говорит о том, что многие ваши друзья и те люди, которые появятся у вас в этом периоде, вот те, с кем вы общаться будете в этом периоде времени, это люди, которые не случайно вам для чего-то даны. И все разговоры, которые у вас будут происходить, будут для вас важны и насыщены информацией, которую обязательно вам нужно будет анализировать, думать и пытаться что-то менять в своей жизни. У вас есть все для того, чтобы вы что-то могли менять. Конечно, по этой карте к вам тянутся и ваши родные, и ваши друзья, и, возможно, какие-то новые люди с вами хотят общаться. Вы интересный человек, вы интересный собеседник, но у вас по этой карте может быть и много таких же друзей, таких же, как и вы. Давайте посмотрим, что происходит в вашем четвертом доме. Это дом вашего собственного дома, под крышей которого вы живете. Здесь для вас выпала карта Старший Аркан. Шут, обратите внимание, опять Старший Аркан, два подряд Старших Аркана говорят о какой-то важности происходящего в этом месяце. В вашем доме многих из вас ждут какие-то новые начинания. Для одиноких сердец это может быть какой-то новый человек, который войдет в вашу жизнь. Такое тоже не исключено. Возможно, по этой карте кто-то захочет именно в декабре месяце куда-то поехать, попутешествовать. Возможно, также вы хотите познать и изучить какие-то новые знания. Это что-то совершенно для вас новое. Эта карта говорит о том, что вы с легкостью будете принимать какие-то перемены, которые будут входить в вашу жизнь. И это радует. Потому что обычно наши рыбки все переносят достаточно тяжело. А по этой карте я вижу легкость, я вижу радость, я вижу желание жить, я вижу желание пробовать что-то новое. Возможно, вы в доме захотите вот по этой карте что-то изменить. Даже элементарно сделать косметический ремонт ремонт или перестановку мебели. Эта карта тоже может говорить об этом. Но в какой-то степени эта карта показывает и на некую несерьезность то, что касается вашего дома. Возможно, к чему-то вы относитесь слишком легкомысленно. И эта карта призывает вас к тому, что вам нужно больше организации, больше порядка в своей жизни. Может быть, кому-то по этой карте в декабре месяце нужно навести глобальный порядок в вашем доме, в вашей квартире, с вашим имуществом. Такое тоже может быть. Для кого-то эта карта может показывать зачатие. Поэтому, если вы еще не готовы стать мамой, подумайте и об этом. В любом случае, по карте шута это что-то новое, что обязательно в декабре месяце войдет в вашу жизнь. Давайте посмотрим, что происходит в вашем пятом доме. Здесь мы рассматриваем ваше хобби, ваше увлечение, то, куда тянется ваша душа. У кого есть детки, мы рассматриваем здесь и детей, и новые знакомства для наших одиноких сердец тоже. Но бывает такое, что и у семейных пар случается всякое. Здесь для вас выпала карта императора. Снова старший аркан. Три подряд старших аркана. Эта карта указывает на некоего мужчину, который либо в вашей жизни уже есть. Уважаемые рыбки, одинокие. Если такого человека в вашей жизни еще нет, то он непременно войдет в вашу жизнь. Это какой-то непростой человек. Это статусный человек. Это человек, который имеет под ногами прочную основу и прочный фундамент. С одной стороны, этот человек может быть строгим в общении и где-то проявлять какую-то авторитарность. А с другой стороны, он может быть и легким, и умеет пошутить, и имеет хорошее чувство юмора. Об этом я говорю не только по одной карте. Я рассматриваю весь ваш расклад в совокупности. Я рассматриваю его целиком, поэтому я делаю такие выводы. Это какие-то стабильные отношения, которые войдут в вашу жизнь, и они непременно будут развиваться. Наступит момент, что вы будете думать, нужны ли мне эти отношения или не нужны. Почему вы так будете думать? Потому что, возможно, у кого-то из вас будет выбор даже из нескольких вариантов, но один достойный будет 100%. В особенности, если смотрят меня дамы. Если меня смотрят одинокие мужчины, вот эта карта показывает вас самих. Вы можете быть счастливы, вы можете встретить свою вторую половиночку. Если вам кто-то нравится, эта карта говорит о том, что проявляйте инициативу, у вас всё получится. Ваше счастье в ваших руках. Если говорить о детках, у кого-то может быть ребёнок-мальчик. Это может быть уже взрослый ребёнок, очень умненький, но характер довольно-таки сложный. В любом случае, ваш ребёнок своими какими-то успехами в этом месяце вас 100% порадует. В особенности тех, у кого есть мальчики. Возможно, это уже взрослый мужчина, ребёнок, но тем не менее, вас он чем-то очень и очень порадует. Вы будете радоваться за его успехи. И в общем-то, у многих, если говорить о мужчинах, вот в вашем хобби это может быть как желание быть первым, желание быть лидером, желание где-то командовать, желание брать на себя, на себя где-то в каких-то важных делах ответственность. Вот эта карта говорит о том, что вы живёте вот этим. Если говорить о женщинах, рыбках, то, возможно, вот ваше увлечение, потому что в дом хобби всё-таки у нас выпала мужская карта, выпадает мужская особа, и этот человек вам очень и очень будет нравиться. Давайте посмотрим, что происходит в вашем шестом доме. Здесь я рассматриваю повседневные заботы, то, с чем вы будете сталкиваться каждый день. У многих на повестке дня, конечно же, будут стоять вопросы денег и финансов. Замечательная, прекрасная карта семёрочки Пентаклей. В этой колоде, как видите, именно на этой карте всё зелёное, всё цветущее, всё растущее. Это говорит о том, что то, что касается ваших денег и финансов, у вас всё будет расти, цвести и развиваться. Эта карта может показывать на какое-то ожидание в отношении денег. Может быть, если вы не работаете, эта карта говорит о том, что вы ждёте каких-то денежных поступлений от кого-то. Если вы работаете, эта карта показывает вас, как людей усердных, трудолюбивых, усидчивых. Вы умеете ждать. И эта карта говорит о том, что плоды вашего успеха уже созревают. Осталось немножечко подождать, и какая-то сумма будет в ваших руках. Также, если говорить о ежедневных заботах, вот рядом с вами есть какой-то преданный друг, человек, который к вам привязан. Он может быть как хвостик рядом с вами. Даже если вы где-то на расстоянии, это какие-то постоянные смс, это какие-то телефонные звонки. Вы чувствуете заботу об этом человеке, он чувствует заботу о вас. Это какой-то преданный друг. Это может быть и мужчина, и женщина. Даже для кого-то это может быть кто-то из родственников, но человек, который постоянно о вас будет беспокоиться вот каждый-каждый день. Эта карта говорит о том, что вы не одиноки во Вселенной, и о вас есть о ком подумать, и кто-то вам очень-очень сопереживает. Давайте посмотрим, что происходит в вашем седьмом доме. Здесь мы рассматриваем партнерство для тех, кто в паре, и также партнерство во внешнем мире с деловыми коллегами и партнерами. Здесь для вас вот плаката «Четверочка кубков». Эта карта говорит о том, что если брать личные семейные отношения, у многих какая-то присыщенность уже в вашем браке, в вашей семье. Вам не хватает чего-то нового, вам не хватает свежего гладка воздуха. Да, по этой карте есть чувства, но здесь ощущается какая-то либо усталость. Вы погружаетесь в себя, вы, возможно, немножечко замыкаетесь в себе, либо как-то обосабливаете свое личное пространство. Вы о чем-то мечтаете, о чем-то думаете. Эта карта говорит о том, что вами кто-то еще может интересоваться во внешнем мире, к вам идут предложения, то есть у вас может быть партнер или партнерша, и кто-то вами интересуется еще. Но вы не спешите давать положительный ответ тем, кто вами интересуется. То есть вы начинаете погружаться в какие-то размышления и думать, а нужно ли мне это, и что мне эти отношения принесут в будущем. Но в любом случае многих из вас ждут какие-то празднования, какие-то гости, какие-то сборы. С одной стороны праздники, а с другой стороны это то, что, скорее всего, вам нужно принять как должное. Возможно, это у кого-то из ваших родных и близких, может быть, какие-то праздники, юбилеи. Вам особо не хочется этих праздников, но вы вынуждены где-то участвовать, находиться в каких-то веселых компаниях. То есть здесь, возможно, даже вас кто-то куда-то приглашает, а вы думаете, а нужно ли мне это. Если говорить о партнерстве деловом, то, что касается рабочей сферы, здесь тоже к вам идут какие-то предложения. У многих действительно будут корпоративы перед Новым годом. Это понятно, об этом говорит Троечка Чаш. Здесь тоже немножечко состояние растерянности какой-то, какого-то ожидания. Возможно, к вам и по работе идут какие-то предложения, но вы как будто бы что-то не спешите принимать. Не спешите принимать какое-то окончательное решение. А почему? Потому что эта карта говорит о том, что у вас есть некая стабильность на сегодняшний день. Это может быть стабильность и со стороны ваших родственников, и со стороны вашего дома. Что-то дает вам уверенность в завтрашнем дне, в дне сегодняшнем. И поэтому вы не спешите рассматривать что-то новое. В отношении тех людей новых, которые могут входить в вашу жизнь, вы тоже очень выборочный. Вы как будто бы боитесь сделать какую-то ошибку. Давайте посмотрим, что происходит в вашем восьмом доме. Это критический дом. Здесь мы рассматриваем возможный риск. И здесь для вас выпала карта шестерочки жезлов. Это карта победителей. Но эта карта выпала в дом риска. Выпадая в дом риска, эта карта может говорить о том, что в отношении кого-то или чего-то вы можете быть излишне эгоистичны, либо излишне самоуверены, либо излишне поспешны в своих действиях. И мы видели рыцаря мечей. Иногда вы бываете остры на язычок, быстры в принятии каких-то решений. То есть это могут быть какие-то необдуманные, скраплительные решения, которые могут привести вас к какому-то проигрышу. Поэтому постарайтесь себя как можно больше контролировать свои эмоции, свои чувства, прежде чем что-то сделать, семь раз отмерьте и раз отрежьте. И не спешите никуда. Для кого-то, конечно, в дом риска выпадают какие-то дороги. Я вижу по вашим картам, что у многих действительно предстоят, намечаются какие-то поездки. И многие из вас действительно их будут совершать. Но почему-то то, что связано с дорогами, возможно, будут либо какие-то помехи в отношении поездок, которые вам придется преодолевать. Такое вполне может быть. Также эта карта, конечно же, говорит о том, что у вас очень много завистников, потому что успешные люди всегда вызывают зависть. Также по этой карте вы можете сделать какую-то необдуманную покупку, большую растрату денег, просто потому что вот в какой-то момент вам захотелось себе что-то приобрести. А в вашем раскладе я вижу, что все-таки вам с финансами нужно быть немножечко более строгим именно в декабре месяце, потому что деньги, с одной стороны, у вас вроде бы есть, но они не бесконечны. И вам нужно об этом помнить. Возможно, если у кого-то есть какие-то кредиты, долги и задолженности, эта карта говорит о том, что вам что-то быстро нужно решать. Чего-то критического с вашим здоровьем по этой карте я не вижу. То есть в любом случае, даже если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, они все будут решаемы. Давайте посмотрим, что происходит в девятом доме. И здесь мы рассматриваем ваши далекие поездки, общение с иностранными коллегами, для кого это актуально, обучение для учащихся. И по этой карте еще рассматриваем духовность. Здесь для вас выпала карта Туза Жезлов. Обратите внимание, какая огненная, какая мощная энергетическая карта. Она просто излучает огонь. Мы видим огненную саламандру, которая изображена на карте. Прекрасная, великолепная карта, которая говорит о каких-то новых делах, о каких-то новых начинаниях, которые вы задумываете. Возможно, это что-то то, что связано действительно с поездками. У вас у многих могут начинаться какие-то новые дороги, которые раньше вы не делали. Вы двигаетесь куда-то в каком-то новом направлении. По этой карте азарт, по этой карте желание постигать какие-то, открывать для себя новые горизонты, желание тоже где-то в какой-то степени рисковать. И эта карта говорит о том, что вас ничто не может остановить. Если вы приняли какое-то решение, вы будете действовать согласно своего плана. Если говорить об учащихся, это какие-то новые обучающие проекты, которые вам действительно очень важны. Для кого-то это может быть либо какие-то курсы, либо мастер-классы. Если вы учащийся на постоянной основе, то эта карта показывает успех в учёбе. Это прекрасные знания и любознательность, и желание узнавать что-то новое. Если говорить о взаимодействии с иностранными коллегами, эта карта говорит о том, что действительно многих из вас ждут какие-то новые начинания, обсуждения, может быть, с кем-то. Если вы с кем-то взаимодействуете на расстоянии, эта карта говорит о том, что вы проявляете инициативу. Вы как человек, в голове которого постоянно рождаются какие-то новые идеи, и вы этими идеями делитесь с окружающим миром. И эта карта говорит о том, что вы найдёте поддержку каких-то своих, может быть, новшеств со стороны каких-то людей. Кто-то, кто вас будет поддерживать в каких-то ваших начинаниях, и для кого-то это будет мужское лицо. Если говорить о вашей духовности, по этой карте многие из вас люди глубоко духовные, и в вашей груди горит огонь духовности. Но по этой карте я вижу, что вы готовы интересоваться и чем-то новым. И то, что уже есть в вашем сознании, вы тщательно анализируете. Вы понимаете, что в жизни очень много противоречий. Эта карта также может показывать на смену каких-то ваших убеждений. Давайте посмотрим, что происходит в вашем 10-м доме. По этой карте мы увидим, чего же наши рыбки в этом месяце добились. И здесь для вас выпала просто замечательная карта-карта мира. Старший Аркан Мир говорит о том, уважаемые рыбки, что этот месяц для вас действительно будет насыщен и событиями, и какими-то новшествами. Эта карта вас показывает как людей, как Личностей, которые достигли уже какого-то витка эволюции. Вы уже накопили какие-то знания. И эта карта говорит о том, что вы открыты миру. Вы готовы пробовать что-то новое. Вы готовы идти по жизни дальше. Эта карта показывает вашу открытость в отношении чего-то нового. Для кого-то это действительно может быть новые поездки. Для кого-то по этой карте это какое-то обучение, очень успешное, то, что приносит вам истинную радость. Возможно, вы даже что-то сами для себя изучаете, находясь дома. И эта карта говорит о том, что вы развиваетесь духовно и становитесь всё выше и выше, поднимаетесь по ступенькам своего развития. Эта карта говорит о том, что у вас очень много связей, очень много контактов, очень много коммуникаций. У вас заинтересовано очень много людей, которые хотели бы с вами посотрудничать. По этой карте вы человек очень красивый, очень целостный. Этот месяц вас приведёт к какому-то духовному и душевному равновесию. Этот месяц вас наполнит какой-то надеждой. По этой карте я вижу истинно счастливых людей. И я вас поздравляю, дорогие рыбки. Великолепная карта. Если говорить о казённых домах, о возможных манипуляциях с какими-то бумагами для вас важными, с какими-то договорами, эта карта говорит о том, что у вас всё решится, успешно решится в вашу пользу. Вы получите на руки и нужные бумаги, и будут подписаны какие-то для вас важные и нужные проекты. И в вашу жизнь войдут те люди, которые будут вам помогать и действительно те, кто будет в вас заинтересован. Прекрасная карта. Она говорит о том, что любые свои проблемы вы решите успешно, легко и в какой-то степени даже играючи. Карта говорит о том, что вы можете общаться или иметь каких-то статусных друзей. Также эта карта может указывать на то, что кто-то из наших рыбок тоже человек довольно-таки статусный и занимает уже какое-то высокое место в обществе. По этой карте вы на несколько голов выше других. Развитие своих талантов, развитие своего потенциала и движения вперёд по этой карте. Давайте посмотрим, что ждёт вас в 11 доме. Здесь мы рассматриваем те финансы, которые вы можете получить от своей прямой работы, от своего прямого бизнеса. и также ваших самых ближайших друзей. Для вас здесь выпала карта старшего аркана умеренности. Эта карта говорит о том, что то, что касается денег и работы, вот вы немножечко либо как чем-то ограничены, либо пока у вас, возможно, не совсем получается одним махом решить все ваши проблемы. Но эта карта говорит о том, что всё равно вы будете находиться в гармонии с самим собой. Даже когда у вас будет что-то не получаться, наконец-то я вижу, что наши рыбки верят в удачу. Я вижу ваше какое-то внутреннее спокойствие. И даже в каких-то сложных ситуациях вы будете учиться, вы будете терпеливы. Для тех рыб, кто работает, эта карта может говорить об общении в вашем коллективе или в общении с вашими коллегами, когда вам не все люди приятны, но вы умеете быть корректными со всеми. И это то, что для вас, конечно, является большим-большим плюсом. Вас люди очень ценят за вашу душевность, за вашу красоту и за вашу непохожесть на других по этой карте. Конечно, какие-то деньги к вам могут поступать по этой карте из различных источников. Не обязательно, что это деньги, которые вы получаете от своей работы. Кто-то может и не работать. Но эта карта не говорит о каких-то огромных деньгах. И вам в какой-то момент придется немножечко финансы все-таки поэкономить. То есть не тратьте деньги по пустякам. В отношении друзей к вам тоже есть люди, которые привязаны к вам, но вам не очень-то хочется с кем-то общаться. С кем-то вы обсуждаете какие-то новые проекты и дела, какие-то новые планы. У вас очень-очень много будет действительно каких-то идей в этом месяце, которые вы с кем-то будете обсуждать. Давайте посмотрим, что происходит в вашем 12-м доме. Здесь мы рассмотрим ваши самые большие страхи и опасения. То, что прячется в глубинах вашей души. И здесь мы видим карту рыцаря монет или рыцаря Пентакли. Для многих это какой-то мужчина. Но судя по тому, что вижу по картам, для кого-то это может быть несколько мужчин в вашей жизни, из-за которых у вас переживания. Это два совершенно разных человека. Возможно, они между собой даже никак не связаны. Но тем не менее, они тревожат вашу душу и ваше сердечко. Для кого-то это может быть один человек, может быть, земной стихии. Это может быть телец, дева или козерог по гороскопу, но не обязательно. Это может быть человек, который просто при деньгах, при хороших финансах. Второй человек, это может быть либо ваш отец, либо ваш муж, либо кто-то статусный. И у многих здесь вопрос касается каких-то денег и каких-то дорог. Может быть, вы переживаете о том, что какой-то мужчина не обеспечит вас нужной суммой денег. Возможно, вы думаете о каких-то тоже дорогах, которые есть в вашем подсознании. И это то, что тоже вызывает какие-то переживания. А у многих действительно намечается очень много разъездов. Уважаемые рыбки, я хочу вам сказать так, что многие ваши страхи безосновательны. Я это вижу по раскладу. Любая ситуация, которая на сегодняшний день для вас является двоякой и непонятной, вот увидите, впоследствии разрешится для вас очень хорошо. В какой-то степени даже вот время по этому раскладу работает на вас. Здесь есть и колесо фортуны, здесь есть и карта умеренности, здесь есть и карта мира. Все, что происходит в вашей жизни, так должно быть. Все идет своим чередом. Не пытайтесь что-то ускорить, не пытайтесь где-то бежать впереди паровоза. Действуйте взвешенно, продуманно, анализируя каждый свой шаг и поступок, и вас ждет удача. Давайте посмотрим карту совета для вас. И здесь для вас выпала карта старший аркан императрица и милые женщины-рыбки. Посмотрите, какая замечательная карта. Она говорит о том, что вы должны быть больше уверены в себе. Вы не должны бояться начинать что-то новое, вы не должны бояться творить, вы не должны бояться любить, вы не должны бояться открывать свое сердце чему-то новому. Возможно, кто-то думает о материнстве, о зачатии ребенка. Эта карта говорит о благоприятном времени для зачатия. Это благоприятное время действительно для рождения каких-то новых идей и проектов. Посмотрите, наша императрица в своих руках держит маленького ребеночка, который только родился. Это какие-то новые идеи, которые войдут в вашу жизнь, к которым вы будете относиться очень бережно, с трепетом, душевно. К чему-то ваше сердце будет очень привязано. И это маленькое что-то будет иметь большое продолжение. Вы будете развиваться, вы будете идти вперед. Для тех, кто еще не встретил свою новую любовь, эта карта говорит о том, что вы обязательно встретите достойного человека, который полюбит вас такой, какой вы есть. Он увидит в вас истинную императрицу, он увидит в вас истинную мать и настоящую женщину. Если говорить о мужчинах-рыбках, то эта карта дает вам совет, что вам в течение этого месяца может помочь какая-то женщина в решении каких-то важных и сложных вопросов. Для кого-то это может быть мама, для кого-то жена, для кого-то любовница. Но тем не менее большое влияние женского лица. И эта карта говорит о том, что, конечно, милые женщины, уделяйте больше времени себе, не только своему духовному, внутреннему миру, но и вкладывайтесь в свою внешность. Для тех, у кого есть детки, эта карта говорит о том, что в декабре месяце больше заботы проявите о своих детях, больше уделите им внимания. Но в любом случае, карта замечательная, она говорит о том, что любые ваши начинания будут успешны, и вы в любом случае будете идти вперёд. В вашем раскладе выпало очень большое количество старших арканов. Это и колесо фортуны, которое говорит о каких-то новых шансах и возможностях. И карта шута, которая говорит о чём-то совершенно в корне новом, то, что для вас будет очень и очень важно. И карта императора говорит о том, что в вашу жизнь войдёт какой-то мужчина, который готов будет помогать вам решать любые ваши вопросы, и любые ваши начинания будут реализовываться вот с помощью вот этого человека. И мы видим карту мира, она говорит о том, что вы достигнете желаемого. В любом случае вы получите то, к чему стремитесь. И карта умеренности, возможно, для кого-то это совершенно новые отношения, которые войдут в вашу жизнь в декабре месяце, и эти отношения будут развиваться. Если у вас какие-то деловые новые проекты, которые войдут в вашу жизнь, они тоже будут развиваться и расти. Посмотрите, шесть старших арканов, и все один лучше другого. Нет ни одной плохой карты. Уважаемые рыбки, я вас с этим поздравляю. Единственное, что меня немножечко напрягло, это то, что касается ваших личных отношений. Почему? Потому что здесь в парах может быть кто-то третий, либо у вас, либо у вашего партнёра. Я думаю, что мы не будем углубляться в этот вопрос именно сегодня. Я думаю, что вы и так получили достаточно много информации. Месяц для вас будет насыщен событиями и очень и очень даже благоприятными. Самое главное, не спешите. Умейте контролировать свои эмоции. И это то, что непременно приведёт вас к успеху. Я всем желаю счастливого декабря, всем крепкого здоровья, всем удачи. А сегодня, друзья, всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok